Ну что, дорогие наши, мы наконец-то с вами встретились, прошло время, у нас прошел фестиваль Верхтормашки, мы только что с него мирнулись, и мы с вот такими глазами, мы все такие очумелые, очумевшие, у нас есть чем с вами поделиться, и мы очень рады будем, если вы присоединились сегодня к нам, к нашей трансляции, если мы сегодня с вами очень интересно пообщаемся о том, что происходит у вас, о том, что происходит у нас, мы поговорим с вами о счастье, о потоках, о том, что происходит у нас на марафоне, потому что, напоминаю вам, что, собственно, вебинары хорошего настроения идут у нас в рамках марафонов наших. Сейчас идет марафон три в одном И, собственно, вот факультет Симарон Такое одно из направлений, да, вот три в одном У нас факультет Симарон, есть факультет здоровья И есть еще третий факультет И нам бы хотелось вот сегодня с вами как-то вот пообщаться Как всегда напоминаю, что будет здорово, если вы будете активными Поэтому давайте сделаем сейчас так Все, кто присоединился к нам сегодня Давайте обязательно напишите в чат Значит, фразу следующую Я волшебник Вот такую вот фразу напишите Неважно, согласны вы с этой фразой или не согласны Как бы обязательно ее пишите Это означает, что вы активно участвуете в, собственно, в нашем сегодня вебинаре Так, я пока открываю чат сейчас, чтобы прям все видеть Я волшебник, все вижу, отлично, понеслось Ой, вы мои рыбоньки Вот вижу с марафонов наших Вижу людей, супер, супер, отлично Пишите, я волшебник, если присоединяетесь к нам Я волшебница, можно и так, конечно же Да, так, хорошие мои Значит, я наконец-то сейчас подключу ваши комментарии уже, чтобы их видеть в более удобном варианте Есть коннект у меня, все супер, отлично Хорошо, хорошо, ну что, давайте начнем с самого, наверное, интересного, интригующего Собственно, с фестиваля Верх Тормашек Друзья, каждый год уже достаточно на протяжении большого количества времени В июне, вот в праздники проходит фестиваль Верх Тормашки за городом, под Питером Собирается несколько сотен людей Чаще всего от 300 до 400, где-то так И волшебенят на полную катушку Собирается огромное количество ведущих, мастеров Которые целый день ведут разные практики, мастер-классы Дыхательные, тантрические, энергетические, психологические, эзотерические Какие хотите вообще абсолютно И по бизнесу, и про деньги, и про НЛП Про все, про все, про все И, собственно, люди приезжают туда, знакомятся, вдохновляются Узнают что-то новое, навыки получают различные и так далее И вечерами они встречаются с горящими глазами Смотрят наши вечерние программы Которые, ну, не могут просто не радовать, да Приезжают наши партнеры Театр Безграницы, Театр Огня и Света И они просто устраивают феерическое огненное фаер-шоу Которое просто, ну, не может как-то не взбудоражить И это все только, это только вот все, знаете, такие, ну, названные вещи, да Без каких-либо вот каких-то эмоциональных подгрузов Каких-то историй, которые там происходят И очень тоже хотелось бы с вами этим поделиться Но для начала я хочу узнать, а кто из тех, кто нас сегодня слушает Был на фестивале Обязательно, пожалуйста, напишите Я был И, ну, хотя бы хоть как-то пару слов, да На тему того, что же там интересного Как бы происходило именно у вас Будет здорово, если не только я буду какие-то истории рассказывать Они, конечно, у меня есть, да Но и вы чем-то интересным поделитесь Друзья мои, пишите, если были на фесте Нам будет очень здорово О, Юлечка Орлова, ты моя зайка Вообще Значит, друзья мои, у нас каждый год Собираются ряд активистов Желающих выступать, творчествовать на фестивале И вот девчонки готовили вместе с Оленой Бординой, с хореографом Театра Буф Они готовили различные номера танцевальные Среди которых был улетный, вообще просто мега куражный и угарный номер Это, значит, ряд куриц Я не знаю, как по-другому сказать Его надо реально видеть своими глазами Юлечка была главной мамой курицы И там девчонки были цыплятками Там вообще реально весь, просто каждой твари по паре набрали Было очень смешной номер Юлечка, подели своими впечатлениями, как тебе фест Кто еще был, друзья, тоже поделитесь обязательно Очень интересно Я тоже, конечно же, истории сегодня по этому поводу расскажу Ну, собственно, зачем мы устраиваем вообще такие фесты? Представьте себе, что Ну вот каждому человеку хочется получить какой-то очень-очень-очень мощный заряд И мы с вами ходим по тренингам Мы ходим по каким-то мероприятиям Мы каким-то образом развлекаемся И получаем какую-то порцию какого-то заряда Ну, чаще всего мы стремимся к позитивному, к положительному Фестиваль, который мы организуем Это настолько большой Вот такая настолько большая порция вот этого позитива и заряда Который вы можете получить за несколько дней на очень долгий промежуток времени И нам очень нравится то, что мы делаем Нам нравится радовать вас Обязательно приезжайте еще Приезжайте на фестиваль в Крыму Об этом я отдельно расскажу, конечно Потому что это действительно удивительно Знаете, у нас есть чувство удовлетворенности Чувство какого-то выполнения своего предназначения Потому что то, что мы там делаем То, что вы там получаете С чем вы оттуда уезжаете Это нечто феноменальное Потому что люди, которые пришли первый раз Приехали на фестиваль Их было очень много Тех, кто был первый раз Мы были этому очень рады И представьте себе Мы устраиваем огромнейший Симаронский ритуал По поводу Значит, хорошей погоды Это, кстати, вот Одна из первых очень клевых фишек Мы приезжаем Дождь У нас фест Большая часть практик Под открытым небом Вечерние программы Под открытым небом Как бы нам дождь реально не в кассу Мы собираем весь народ Мы с ними покуражились Поиграли Побесились Поприкалывались И так далее После этого устроили Симаронский ритуал По отмене дождя Мы сформулировали намерение Все вместе Что там нам Мы хотим, чтобы была хорошая погода Солнышко и так далее Мы потанцевали Попели Все это значит По ритуале Все значит Отправили дождь Что вы думаете После этого было задание у людей Они должны были Мы такие типа Давайте для того, чтобы намерение отпустить Вообще вот прям отпустить Мы как бы Такую скажем фразу Мы умываем руки Нам как бы Мол не важно Как там Что будет Да с этим И мы дали задание Умыть руки То есть пойти Вот пойти в трех разных местах Не в своем номере А вот где-то в каких-то разных местах Помыть руки Друзья Мы не знаем Мы не проверяли каждого Кто там как мыл руки Но можно сказать следующее Что Тех кто помыл руки Их скажем Заряда их энергии На вот выполненный ритуал Хватило на два дня То есть у нас два с половиной дня Не было дождя Не было дождя Вы можете себе представить Вот Юльич Карлова говорит Что мыло Не было Шикарная погода Все тепло Замечательно Ну вечерами конечно же холодно Но в любом случае То есть как бы Результат налицо Реально люди ходят И говорят Ребята Только у вас У волшебников Реально просто не может быть дождя На как бы На фестивале И дождь уже был на третий день Когда всем уже было пофигу Все уже были в таком Клевом состоянии На такой радости На таком позитиве Что действительно понимали Да бог с ним Господи Дождь и дождь Вообще Никак нам не мешает Так Ну что Я вижу Что у нас пишет Юлечка волшебно Замечательно много открытий И очень много неожиданностей Ну конечно Каждый раз Когда мы приезжаем На фестиваль Да У нас Какие-то новые ведущие Новые интересные практики И люди ходят Они открывают Себя заново Да Другого человека Там Своего партнера Или там С другом ли ты приехал Иришка Пуцарь Ты уже у нас завсегда Ты Фестивали Напиши Что для тебя Было таким Самым Ну вот Интересным Тоже очень Хотелось бы узнать А я пока расскажу Вам следующую штуку Вы знаете Если сравнивать Вот какие-нибудь Фестивали Ну не знаю Представьте себе Там фестиваль мороженого Там фестиваль воздушных шариков Да Еще что-то Это по сути Ну большое сборище людей С какой-то позитивной Ну Какой-то концепцией Да Ну с тем чтобы прийти Или поесть мороженого Или там Позапускать воздушные шарики Там Или еще чего-нибудь А в этом фестивале Не только сборище людей Да У которых там какая-то Одна небольшая цель Это огромное количество целей Которые ты разом охватываешь Ты получаешь Огромное количество Пространства Вот поле Которое принимает тебя Люди приезжали С творческими номерами Выступали Прямо там Да Это Огромнейший заряд позитива Это огромнейший заряд Вот того самого потока Про который мы с вами Тоже немножко поговорим Да И Это Знакомство С новыми людьми Да Такой нетворкинг Получается Ну то есть Огромное количество Каких-то вот таких вот Позитивных Со всех сторон Моментов Которые ты можешь Разом получить Как бы приехав там На один фестиваль И нам действительно Хочется Чтобы вы приезжали Чтобы снова и снова Вы приезжали Радовали Знакомились Потому что это нечто удивительное Это был мой пятый Юбилейный фестиваль И я Не просто там Не пожалела О том что я поехала Я счастливая До потери пульса Вы слышите У меня слегка Такой Подбитый голосок Просто потому что Я не могла Не выражать Свои эмоции Которые у меня там были Потому что нас конечно Переполняло Перло Мы с Никитой там вели И нас Просто тарасило Вообще так что Искры из глаз Летели И мы конечно Заряжали этим людей И люди заряжали этим нас Да Поэтому друзья мои Если вы вдруг Обнаруживаете Что вам не хватает Какого-то там Настроя Пенделя Потока Еще чего-то То просто Вот прямая вам дорога На какой-то такой фестиваль Вот типа нашего Да Который Действительно Дает все Разом И ты уезжаешь Полный С багажом Мне кажется Я не могу Кстати Человека Который С фестивалем Скажешь Ну Прошел Знаете так Вот как Был Невозможно Ты все равно уедешь Полный впечатлений Полное открытие И совершенно другим человеком Возвращающийся Прямо Из настоящего путешествия Спасибо за комплимент Я действительно была хороша Я сама от себя была в восторге Да Хорошая моя Давайте немножечко Я не могу Не рассказать вам эту историю Она про позитивное мышление Про одного из наших ведущих И про то Вот как бывает в жизни Представьте ситуацию Я иду Значит Несу кипяток Меня как-то Станавливают люди Типа Чего пьешь Виолетта Кипяточек Пью Прям вообще Люблю кипяточек Прям вообще Кипяточек Мое все И мне как-то Вот кто-то Знаешь Я бы назвала Из полу волшебников Из полу волшебников Вдруг Кидает мне фразу Вот так вот Кто пьет кипяток У того рак желудка будет Ну типа может быть Представьте вот так вот Типа От кипятка Говорит рак желудка Я вот так вот поворачиваюсь И говорю Да типа Отменяю Что вы такое говорите Я отменяю Отменяю Как бы мне отменя Это не надо Все дела И потом у меня На протяжении Какого-то времени Неприличного У меня возникает Четкая ассоциация Кипяток Рак желудка Я блин Что за фигня Я каждый раз отменяю Думаю Мне это не надо Вообще не надо То есть как бы Это же постоянно Туда энергия уходит И вот я сижу с ведущими Рассказываю Говорю Ребят Ну-ка давайте Что-то придумывать Говорю А то что-то как-то Мне с этим жить Как-то не огонек И значит Ну Алиса Хмельевская Наша московская волшебница Руководитель клуба Говорит Виолетт Кто пьет кипяток Тот молоток Меня куда-то позвали Я говорю Ладно я пока это запомню Уже неплохо Как бы все нормально Вечер Я иду вести вечернюю программу Меня перехватывает Александр Гор Если кто знает Это наш замечательный Ведущий Тантрических Дыхательных Энергетических практик Он мне говорит Пойдем Я Гор Что ты задумал Он пойдем Я Гор Он пойдем Говорю Ведет меня А там у нас была Такая интересная Как это я не знаю Как это называется Типи Как-то так Да это такой Вместо палатки Такая была большая Такая красивая штука И вот значит мы заходим Там такая историческая Обстановка Все дела И он говорит Так наливает мне Из термоса Кипяточек Говорит Выпей кипяточка А я ничего не понимаю Говорит Зачем Гор Ты что-то подмешал Что ты хочешь от меня Он говорит Успокойся Выпей кипятка Реально Я значит Делаю глоток Он говорит Выпила кипяточек Я говорю Выпила Он у меня забирает Кружку Снимает А у них там повсюду Были разные фигурки Каких-то там И животных каких-то Я не знаю Еще там кого-то По-разному И он значит Снимает такую металлическую Фигурку Такую краба рака Вот так вот снимает Ее дает мне И говорит У тебя рак Я говорю У меня рак Он говорит Отдай мне ее обратно Я отдаю Он говорит У тебя нет рака Я говорю У меня нет рака Он говорит Ну видишь Кипяточек выпила А рака нет У меня просто реально У меня слезы Из глаз брызгают Я говорю Гор, ты, блин, гений Просто реально Кипяточек выпила Жива осталась Видишь Говорит Все нормально Кипяточек выпила Рака нет Вот вам обалденный пример Да Как можно решить Вот такой вот Ну вопрос Достаточно важный Потому что я сильная волшебница И мне действительно думать Вот в таком варианте Ну прям категорически запрещается И я бы всем категорически запрещала Оставлять у себя подобного рода Ассоциативные связи Да И вот то, что он сделал для меня Это просто подарок судьбы Реально Просто ему низкий поклон в пол И я рассказываю эту историю Не только с точки зрения того Что она реально крутая А еще и с точки зрения того Что это обалденный пример того Как можно вот Симароном Вот так вот проигрывать Да Какие-то вот ситуации там Сложные, несложные Как бы не важно Вот Пара-пара-пам Пиу Красавица вообще Просто красавица Спасибо ему огромное Гора, если ты там будешь смотреть видео Тебе от меня привет И большая благодарность Вот И да, действительно В этом смысле Вот на фестивале Огромное количество людей Которые Вот с таким вот мышлением Да С вот таким вот образом жизни С С таким Я не знаю как это С такой любовью к людям С такой отдачей И Так или иначе Погрузиться Да И приехать С вот таким вот багажом Но это действительно Хочется, чтобы это испытал каждый И В этом смысле Мы напоминаем вам Что Вот вы прям пропустили Верхтормашки Там не смогли приехать Не отчаивайтесь Мы делаем еще один фестиваль Мы делаем фестиваль в Крыму Который будет С 2 по 9 сентября Да Это фестиваль Тормашки без границ Причем самое интересное Что его делает Не только клуб волшебников Но и вместе С Валерием Бочкаревым Я напоминаю Что это руководитель Театра огня и света Без границ И Собственно Вообще коллектива Да Без границ Это который у нас там Жизнь без страха Наш любимый коллектив И они вместе сплачиваются Берут команду И делают в начале сентября Вот этот фестиваль в Крыму Опять же Ваши любимые ведущие Опять же Целый день у вас там Море, солнце Программа и все дела Ориентировочная стоимость Пока Ну там плюс-минус Там 30 тысяч Это представьте Вы 2 недели Тусите У вас там программа Вы Туда-сюда Там здесь Там зажигаете Веселитесь Здесь познаете Здесь открываете Здесь у вас море, солнце, пляж И это как бы Стоимость меньше Чем если В ту же Турцию На неделю поедете Ну как вариант Более того Нам Очень хочется Вас там видеть Особенно тех Кто не смог Попасть на тормашки Поэтому друзья Мы уже пишите Вовчук Уже начинаете там Бронировать себе места Вот Я думаю Что вам очень понравится Потому что Но наши фестивали Это нечто нереальное Валера Бочкарев Каждый раз приезжает И говорит Блин Ну как вам удается Сделать так Чтобы у незнакомых людей Было желание Пойти там Не знаю Обнять незнакомого человека У нас же Какая-то О господи Там обнял незнакомого человека А там это настолько Естественно Все находятся Настолько в какой-то Ну в любви К пространству К окружающему миру Что ну как-то По-другому кажется Что это не тот мир В этот раз Ко мне приезжала Мама Она уже у меня была На фестивале И приезжала моя тетя И для тети Было так удивительно Ну то есть Она Она как бы меня знает Ну племяш Племяшечку свою Да А вот как бы Тот мир В котором я живу Она видела впервые У нее был как бы Шок и удивление В то же время У нее была большая Какая-то такая радость То есть Она смотрела Она говорит Я так удивлена Вообще так бывает То есть Ну вот Прям Она говорит В конце фестиваля У нее Она такой Достаточно закрытый Интроверт Но она очень Она любит людей Ну вот так вот В себе Знаете И она даже Подошла к Сергею Казанскому К одному из наших ведущих Любимому И говорит Подошла И говорит И мне захотелось его обнять И я прям его обняла И для меня это было Нечто как бы невероятное То есть Для человека Который всю жизнь Ну вот С личностными границами Да Имеет такое вот Конкретное Достаточно отношение Поэтому Хорошие мои Пишите еще Те кто был на тормашках Нам очень хочется Ваших отзывов Я прямо сейчас Скину Ссылочку На отзывы О тормашках Для тех Кто был Если вы еще Не написали отзыв Пишите Или если хотите Почитать о том Как было Почитайте обязательно Я бы хотела Считать один отзыв Ну просто Он очень приятный Прям по сердцу Правда Прям так вот Прям приятненько Есть на свете Я была любовь Делаешь не зря Поэтому хорошие мои Мы ждем вас На фестивале И я думаю Что Счастье Как бы Не загораем Так Хорошие мои Да мы сегодня Ну я так Про фестиваль Рассказала Какие-то такие Парочку Каких-то фиши Конечно было огромное Количество всего Интересного Но уж Все рассказывать Не буду Заходите в группу Смотрите видео Читайте отзывы Вот А мы конечно Как всегда приехали Довольные счастливые Фоточки шикарные Так как-то Чтобы было О чем вспомнить Да Собственно Почему я так много Рассказываю про фестиваль Потому что Это тот самый поток Про который мы Так много говорим На наших вебинарах Это то самые Те самые состояния Про которые мы говорим Да Когда мы говорим Такие слова Как пер Парение Вот кураж Какое-то Вдохновение Энергия Это все Собственно Из Из этой темы Да То есть Те кто Приезжает на фестиваль Чувствуют этот самый поток Это не означает Что если вы там Не приедете на фестиваль В этот поток Не почувствуете Нет Ни в коем случае Сегодня я расскажу Еще раз напомню Для тех Кто там не в курсе Каким собственно Образом поток Можно создать Но для начала Естественно Чтобы как-то С вами Общаться Будет интересно Мне узнать Как вы Входите В состояние Потока Я пока не буду Ну вот прям Читать лекцию Что такое поток Как войти в поток Пока просто Я думаю Плюс-минус Вы понимаете О чем идет речь Некоторый Подъем Духа Какие-то Какие-то силы Как вы Собственно Входите В состояние Потока Чтобы потом Перло Продолжительное Время Чтобы получалось 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 Алиса Хмельевская Ты отличная Тебе чего писать Не надо Ты все знаешь Так Это очень здорово Так Ребятушки Пишите Что вы делаете Для того Чтобы войти В состояние потока Напоминаю Что те Кто активный Те получают Как всегда Больше всего Опты И так далее Женя пишет Просто начинаю Делать То Что нравится Супер Вариант Юлечка Пишет Я танцую Это вообще Шикарный вариант Пишите еще Ну Коротенечко Хотя бы Как один Там парочку Вариантов Того Что вы делаете Для того Чтобы войти В состояние Потока Женя А скажи Пожалуйста А удается ли Все время Делать то Что нравится Ну вот Просто интересно То есть Ну как бы Все время По сути Оставаться В потоке Удается ли Пишите 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 Я буду Зачитывать Ваши комментарии Потому что Очень интересно Именно что вы По этому поводу Думаете Прежде чем Я как всегда Начну говорить Все самое Важное И так далее Все по пунктам Да Друзья мои Напоминаю Для тех Кто к нам Присоединяется Что у нас Вебинар Хорошего настроения Я как-то Знаете Я даже в этот раз Не представилась Потому что Уже как-то Такое ощущение Что все знают Ну да Действительно Все-таки напомню Что меня зовут Виолетта Боридз Для тех Кто не знает С вами на связи Клуб питерских волшебников И мы сейчас С вами разговариваем Про состояние потока Который позволяет Вам удерживать Позитивный настрой Хорошее состояние Пёр Парение И удерживать его На протяжении Большого количества Времени Женя пишет Почти всегда Но не всегда Удается оставаться В потоке Иногда Сбрасывает Ириша пишет Рисую Танцую Пою Алиса Химлевская Говорит Что можно На Тарабарском Поговорить Ну а что Это очень быстро Запускает Состояние Для тех Кто не знает Что это Тарабарский язык Это язык Который ты создаешь Здесь сейчас Понятия не имею О чем ты говоришь Хотя ты можешь За этим что-то иметь Так Что у нас пишет Наталья Черникова Пишет Все в голове Самонастрой То есть Сейчас Наталья Уточни Это значит Ты сама себя Настраиваешь Вот собственно Вот я об этом спрашиваю Каким образом То есть Что это такое Аллочка пишет Сделать что-то необычное Чайный Вот кстати Аллочка Любитель носить Чайный пакетик Прямо вот здесь Вместо сережек Это просто ха-ха Вообще Реально Она ходила на фестивале В нее то чайные пакетики Висят То еще какая-нибудь Реально просто штука Висят Очень смешно Просто Аллочка Ты просто гений По этому поводу Так Яйцо вареное Резрессовать при всех И положить на стол Во время урока Вот это сильно Вот это вообще сильно Надеть смешную Шапченку Когда едешь В машине Да Яйцо поставить Это вообще Кстати практика Ставить яйцо Называется У наших ЖБСников Называется Поставить яйцо На попа И я вам хочу сказать Это очень интересная практика Про нее как-нибудь Я вам расскажу Так Яйцо куриное Если еще разрисовать Найти не куриное В общем все понеслось Понеслось Все про яйца Разрисовать И так далее Ольга Провоцируя окружающих На комплименты Потом верю Какая я классная И начинаю вдохновленно Соответствовать по хвалам Интересный метод Хорошо Ну давайте теперь Немножечко о том Как мы Понимаем Что такое поток Как мы рекомендуем Понимать Что такое поток И собственно Как в этот поток Входить Да Парочку слов Расскажу Смотрите Поток Это Череда Событий Ярко выделяющихся Из повседневной жизни Как-то так Да Вот например Да сейчас секундочку По комментарии Да у нас Ириша Пишет Что начинает Кривляться Наталья пишет Верно Решаю Что сегодня Будет мой день И сразу Начинаю замечать Мелочи радости Которые меня окружают В общем Включаю в голове настроение Шикарно Ну да Еще раз возвращаюсь Поток Собственно Это череда событий Ярко выделяющихся На фоне Повседневной Обыденной Рутинной жизни То есть То что сильно Выделяется Мы называем Потоком И как вы понимаете Потоки бывают С плюсом Так и С минусом И сейчас мы поговорим Конечно с вами О потоках Позитивных Но я постараюсь Немножко затронуть Тему Как бы А что делать Если вошел В другой поток Значит Для начала О позитивных Потоках Я думаю Вы помните Состояние Когда вы Вот Про то Вот говорила Сегодня Наташа Такое Что это Мой день Вот мой день Такое Когда Вы говорите Я это успел Сделал Это смог Здесь получилось Здесь позвонили Здесь вот это И вы в конце С горячими глазами Прямо реально Мой день Вы в потоке Бывает совершенно и наоборот Я раньше была Любительницей Негативных потоков Я их не очень осознавала Я понимала Что где-то Как-то так вот Как-то вот Может быть и я Но как-то признаваться Себе в этом не хотелось Потому что Это что-то из серии Знаете Я выхожу из дома Там не знаю Наступаю в лужу Там меня обрызгивает Там не знаю Пальто И вот это вот знаете Там потом рвешь колготки Опаздываешь на работу Не приезжает Там чего-нибудь Транспорт какой-нибудь Я в университетах Уезжала в депо Неоднократно То есть у меня У меня таких историй Просто миллион И я когда приходила В университет Вот у меня такая фраза была Коронная Меня по ней узнавали Вот так вот Отвратительный день Говорила я Это вот такая была Моя коронная фраза При этом я была Очень позитивна Как бы весела Хороша и так далее Я считала себя Очень позитивным человеком У которого бывает Иногда Отвратительный день Вот такого рода Совершенно не осознавала Что я такой отвратительный день Запускаю я самостоятельно И здесь Мне хочется с вами Обговорить Вот такой момент Почему То есть что Наверное правильнее будет Спросить у вас Что запускает Такой поток Что запускает Тот поток Или что запускает Плюс или минус Что запускает Поток Напишите пожалуйста Вашу версию Как вы считаете Что запускает Тот или иной поток Что это за элемент Или что это за действие Или что это такое Напишите пожалуйста Как вы считаете О чем это Потому что чаще всего Как происходит Происходит какое-то событие Да? Дальше наступает... Ага, вот, пошли. Мысль, событие, которое может запустить поток в том или ином направлении. Вот, я бы даже... Для меня пасмурная или солнечная погода... Ириш, это что значит? Пасмурная или солнечная погода запускает твой поток? Я правильно понимаю? Если да, напиши, пожалуйста, в чат. Действия. Ага. Ну, смотрите, друзья мои, я сейчас прям выдам вам все подсказки. Усталость. Усталость откуда берется? Там, то или иное состояние. Смотрите. Есть такое понятие стимул-реакция. Стимул-реакция. Вот вы получаете от мироздания некоторый стимул. И вы, соответственно, даете на него свою что? Реакцию. Вы даете свою реакцию. Вы получаете от силены стимул некоторую ситуацию. Она может быть позитивная, может быть негативная. И вы даете стимулу свою реакцию. И когда вы реагируете с определенным знаком, вы таким образом запускаете знак будущего события. Сейчас буду прям сильно-сильно все разворачивать, чтобы было сильно все понятно. Смотрите. Возьмем позитивный поток. Произошло какое-то событие приятное, прям клевое, я не знаю. Вы куда-то успели, или что-то получилось, или премию, или какие-то там деньги случайные, не знаю. Кто-то вам там комплимент сказал, что угодно. Вы реагируете на это как позитивно. Вы этому радуетесь, вы как-то так, ну, реагируете хорошо, позитивно там и так далее. И вы таким образом запускаете знак следующего события, следующего стимула тем, какую реакцию выдали. Если вы выдали знак плюса, следующее событие – знак плюса. Соответственно, следующее событие – знак плюса. И зависимость от реакции, 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 реакции. Соответственно, когда мы с вами получаем стимул, который для нас кажется… Здесь ключевой момент, пожалуйста, обратите внимание. Я говорю «кажется» для нас, потому что событие изначально нейтральное. Знак плюс или минус придаем ему мы с вами. Поэтому, как только к вам приходит стимул в виде какой-то негативной ситуации, на ваш взгляд, напоминаю, ваша реакция определит, плюс или минус будет следующая ситуация. Соответственно, господа, здесь самое интересное заключается в том, чтобы вы научились реагировать на минусовые ситуации, ну, хотя бы нейтрально. У нас у волшебников есть уже, как бы, такой навык. Он может быть не в идеальном состоянии, потому что в идеальном состоянии его действительно держать сложно. Но он достаточно в хорошем состоянии, что когда прилетает новость, мы вначале говорим что-то типа, знаете, такая негативная новость. Пришла, и мы такие «ну, это хорошо, значит, вот так, вот так». У нас был реально и с Никитой очень интересный момент на фестивале. Мы, значит, ведем, знаете, для нас это был вечер косяка, просто сплошного косяка. Но при этом для зрителей как бы все красиво, все хорошо, а у нас с Никитой просто реально просто кавардак. Человеческий фактор просто элементарно. Слежа на фестивале все такие клевые. Люди опоздали на 50 минут. Кто-то подходит и говорит, я не могу выступать, у меня флешки нет, я забыл. Кто-то подходит. И мы с Никитой каждый раз представляем. То есть, если бы мы с ним каждый раз реагировали вот это вот «мы все умрем, вообще все ужасно», то, соответственно, мы бы этот концерт не просто не провели хорошо, мы бы вообще его просто залажали, как бы и спустили бы в унитаз. Поэтому каждый раз к нам приходил какой-то, мы такие «отлично, так, что мы с этим сделаем?» «Так, ну это хорошо, зато времени меньше». И вот этот вот каждый раз мы вот таким образом определяли свои реакции, чтобы не запустить вот эту вот кашу, которая там в итоге могла превратиться в достаточно большой ком, с учетом того, что мы находимся на фестивале, где все в очень плотном энергетическом состоянии, таком бодром, да, где все сбывается. Так вот, друзья мои, большая вам вот такая вот рекомендация, да, если хотите. Вы, если у вас есть желание запустить позитивный поток, то вы выходите из дома с самого утра или там проснулись вы с утра. Если даже у вас там плохое настроение или там еще чего-то, вы начинаете создавать некоторый позитив самостоятельно. Напишите кому-нибудь комплимент. Выйдите на улицу, там, как я говорю обычно, позаигрывайте с людьми. Или вот есть еще такая клевая штуточка, я вам сейчас рекомендую, как некоторая техника. Она делается таким образом. Вот вы видите что-то позитивное или говорите, или слышите, и вы делаете так, так, потом еще что-нибудь приятненькое. Ну, не знаю, посмотрели на небо, вот солнышко вы, так. Я вам гарантирую, что вот так вот немножечко атаков с утра, вы потом получите столько атаков офигенных, позитивных. К вечеру вы удивитесь сами. То есть ваш некоторый атак это да, вселенная, продолжай, да, так, мне это нравится. То есть я хочу так же дальше, так, супер. Это называется такать, да, такать вселенной, такать мирозданию. Это такая большая игра. И если вы хотите себе запускать вот такие вот позитивные потоки, то можно вот так вот так, да, как один из способов. Самое важное, что в этой теме я хочу вам сказать именно про позитивный, негативный поток, чтобы вы понимали, что ваша реакция на стимул определяет знак будущего события, плюс или минус, именно для вас. Для того, чтобы все-таки мне быть уверенной, что вы поняли меня правильно, потому что это очень важный момент в теме, который я сейчас говорю. Напишите, пожалуйста, если вы поняли слово «принято». Вот так вот давайте, «принято», это означает я принял, я понял, всё, огонь буду использовать. Давайте, «принято», есть, понял, огонь буду использовать. Пишем, 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 пишем. Так, отлично, да-да-да-да-да, так, огонь. Огонь, принято, сейчас все мои слова напишите, да, огонь, принято, так-так-так. Супер, супер, молодцы. Хорошо, дорогие мои, давайте дальше. Значит, как войти в поток? Можете прям себе в какие-нибудь ваши волшебные тетрадочки записать. Один из хороших способов войти в поток – это творчество. Творчество любого рода. Это от прям, как вы молодцы писали, рисовать, писать, что-то такое, не знаю, скульптурировать, до творчества какого рода. Например, вы берёте то, что вы делали раньше как-то однотипно, и делаете по-другому, вплоть до приготовить ужин по-другому, пройтись по своим рабочим функциям и поделать их по-другому. Как-то, ну, то есть, понимаете, да, добавить творчество. Вот, напомню, у нас была девушка-бухгалтер, она, когда тему про потоки услышала, она приходит, говорит, ребят, реально никогда не думала, что профессия бухгалтера может быть такой весёлой. Она придумала себе какие-то мини-квесты, задания, наклеивала какие-то стикеры, она придумала себе какую-то интересную систему. Она говорит, ну, там же бумажки, цифры, там, с людьми не очень много, там, то, сё. Она реально придумала себе какую-то клёвую систему, при которой она как бы реально кайфовала, добавила творчество. Понимаете, мы люди, мы постоянно хотим, несмотря на то, что мы хотим некоторой стабильности, нам всё время хочется чего-то нового. И это нового мы всё время ждём от кого-то других. Но, друзья мои, я вам напоминаю, либо как бы вы несёте ответственность за самого себя, организуете своё жизненное пространство, свою реальность в том ключе, в котором вам нравится, либо вы тогда будете получать какие-то подачки от какого-то вашего мира, если вы сами при этом как бы ничего не делаете. Юлечка пишет, проводила на фестивале мастер-класс для девочек по куколкам. Такой заряд энергии, спокойствия, благости – это счастье, творчество, творчество, да, творческая энергия. Причём, прям реально, вы можете как бы сесть с плохим настроением по творчеству, если вы обнаружите, что вы хорошо себя чувствуете, что у вас действительно гармоничное, благостное состояние. Я в течение года рисовала картину по номерам, я её дорисовала, подарила нашим Вове с Наташей, чтобы через год, вот они с намерением её повесили дома, через год они её подарили следующему. Ну и вот так запустили поток. На эту картину у меня ушло больше 100 часов, наверное, вот такая вот картина, я вам попозже скину в комментарии, посмотрите, мне тоже будет радостно поделиться с вами. И вы знаете, это действительно удивительно, я могла сесть за картину в любом состоянии, и вставала я уже совершенно другим настроем. И это такая действительно хорошая, вот даже вот картина по номерам, это не совсем творчество, вообще это медитация так по большому счёту, да, потому что там ты там вот эти линии вырисовываешь, ты вот как-то вот смотришь, как это вся эта красота, вот как она смотрится, там цвета яркие и так далее. Хорошо, первый способ, как я уже говорила, это творчество. Значит, помимо творчества, конечно же, мы рекомендуем вам делать что-то, сейчас, секундочку, мне нужно тут, ага, видеть вас, сейчас, да, всё, вижу. Помимо творчества, хорошая ещё, очень клёвая рекомендация, следующий пункт номер два, это сделать что-то новенькое, вообще новенькое, прям вах. Ну, конечно, в первую очередь приходят в голову, знаете, такие, там, не знаю, спрыгнуть с прошутом, вот там, не знаю, пойти, там, пройти практики ЖБС, там, гвозди, стёкла, ножи, там, падать на доверие, ещё что-нибудь. Но, на самом деле, если вы находитесь там в своей определённой зоне комфорта и для вас вот это вообще какой-то крышеснос, то давайте найдите хотя бы, ну вот, хотя бы чуть ближе к вашей зоне, скажем там, на настыке, да, но при этом, чтобы как бы всё-таки выйти из неё, не знаю, пойти на какую-то встречу с незнакомыми людьми, да, пойти поиграть в какую-нибудь мафию. Существуют всякие квизы, сейчас развлечений придумано просто тонны для того, чтобы вот время от времени себя как-то вот погружать в новые состояния, знакомиться с новыми людьми и так далее. Вот для того, чтобы войти в поток, сходите на что-нибудь новенькое, вот, то есть, делайте что-нибудь новенькое. Это может быть действительно уже какое-то ваше действие, это может быть поход куда-либо, да, пожалуйста, вот пишет Наташа, да, съесть морковку в лифте, да, сделать что-то новенькое, в этом тоже речь. Симарон есть бесконечный поток делания чего-либо новенького, понимаете, то есть, Симарон вообще открывает и не закрывает двери ни к чему, просто, говорит, что ты можешь делать, выбирать что угодно, и всё равно будешь находить какие-то моменты. А вот морковку в метро съесть тоже вариант, да, конечно. И в этом смысле рекомендация ещё одна здесь есть в панпункте, вот, да, я сказала сделать что-нибудь новенькое, а ещё есть такой вариант, это сделать что-нибудь по-другому. Он немножко похож чуть-чуть на творчество, но здесь. Что значит по-другому? Вы выбираете по-новому, как добираться там от дома до работы или от дома до каких-то ваших там мест, ну, то есть, новые маршруты. Вы пробуете есть другой рукой, вы делаете что-то привычное по-новому, вплоть до распорядка дня с утра. Я, например, помню себя, у меня был распорядок такой, что я, знаете, я была как робот, вот реально, знаете, проснулась, встала, я пошла в душ, в душе зубы, в душе помылась полотенцем, и пошли. Завтрак, налила чайник. У меня были точно вообще отточенные движения по поводу каждого действия, которое я осуществляла, и в какой-то момент я реально понимаю, что я робот, я вообще не помню, как я собираюсь. И в этом смысле вот разрывать, да, разрывать себе самостоятельно шаблон для того, чтобы мозг не находился в постоянном таком вот состоянии робота, автопилота, это вообще не волшебное состояние, там ноль осознанности, запомните, если что. То, что в состоянии автопилота осознанности ноль. Если вы возвращаетесь домой и входите в квартиру, и вдруг вы не можете понять, не можете вспомнить, как вы доехали, то вы были на автопилоте. Это для вас хороший как бы показатель. Не надо этого бояться, но с этим можно работать, включая осознанность. И вот такие вот разрывы шаблона самому себе в рамках изменения, да, своих привычных каких-то действий позволят вам эту осознанность сохранять. Поверьте мне, если вы привыкли есть правой рукой, и вы берете в руку ложку там, да, или там вилку в левую, то вы будете сосредоточены только на том, что вы едите реально там на супе. И вот как вы открываете рот, жуете и так далее, да. Потому что у вас не будет вариантов думать вообще о чем-то другом. Вы будете сосредоточены только на том действии, потому что он является непривычным для вашего мозга. Юлечка Арнов, ты совершенно права, автопилот включается очень часто. Наш мозг ленивая скотина, и он использует все возможные способы и методы для того, чтобы мы с вами шли по проторенным дорожкам нейронных связей. И это очень удобно, понимаете, нашему мозгу. И наша с вами задача, если мы хотим, ну, как-то расширяться, развиваться, а не быть в состоянии вот этого просто робота, который не помнит, как проживает свою жизнь, то вот вам инструмент, который я рекомендую вам использовать. И третий, самый, пожалуй, удивительный, специфичный, но крутой, пожалуй, способ, тоже такой интересный, войти в поток, называется у нас специфически вот так вот помощники. О чем рассказывает этот, собственно, метод? О том, что в нашей жизни появляются люди. Люди, которые делают нам, создают нам какие-то события. И они в этот момент являются нашими помощниками. Это не сразу очевидно, потому что, ну, вот, например, появляется человек в вашей жизни, и, не знаю, ну, вот он там, не знаю, разбил, вам машину отменяю, да? Вот он пришел и принес вам какое-то событие. Оно очень яркое, оно очень будет сильно эмоционально окрашено. Как вы понимаете, эмоция будет сильная. Вопрос в том, какую, я напоминаю, какую реакцию вы выберете, и вы определите себе дальнейший, собственно, знак, да, вашего потока. И здесь интересно в том, что мы не, ну, чаще всего мы не умеем воспринимать помощников, которые приходят в нашей жизни с этими ситуациями, как помощников. Мы воспринимаем их как злодеев, врагов, там, ну, или еще как-нибудь, да? Если в этот момент мы поблагодарим ему за ситуацию, потому что мы еще не знаем, к чему это все приведет, то, поверьте мне, вы ее очень сильно быстро разрулите, нежели если, ну, отреагируете как обычно. А как обычно это негативно, да? То есть, ах ты, скотина такая, там, ля-ля-ля и так далее. Вот, я приведу коротенькую историю, интересную. Также, попытаюсь очень коротко рассказать, у нас есть две замечательные волшебницы, Вика Яцкова и Наталья Плавуцкая, они, значит, дружили, все, проходили курс волшебника, уже все в волшебной тусовке, и получается такая интересная ситуация. Вика, значит, решила сделать для Наташи подарок. Наташа очень хотела в отпуск, но не могла, и у нее было три причины, я их назову. У нее не было денег, значит, ей не дали бы, типа, отпуск, и, ну, у нее были только начинающиеся отношения с молодым человеком, и она, соответственно, как бы, ну, не хотела как-то уезжать и так далее. Значит, что происходит? Вика решила сыграть вот такую вот роль помощника, ну, там, для Наташи, сделать ей подарок. Она что делает? Наберет ее паспорт, занимает деньги, покупает на нее билет, вместе со всеми волшебниками, огромнейшая тусовка собиралась поехать, сейчас не помню куда, но, в общем, в теплые края. И она, значит, приезжает и говорит, Наташа, вот, билеты, мы едем там, туда-то. Скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, как должна была отреагировать Наташа на вот такой вот сюрприз со стороны Вики? Напишите, пожалуйста, в чат, как вы считаете? Может, даже, знаете, вот так вот, как вы думаете, как она отреагировала, можно даже так, можно прям, как? Пишите. Пишите, пишите, я пока что читаю комментарии, вы обсуждаете Петра и Петра Бурлана, все хорошо. Ага, обрадовалась, есть вариант. Еще пишите. Шок. Ну, да, логично, вообще логично, то есть, как бы, паспорт, что я куда-то еду, что, чего, кого вообще, да? Еще, еще, еще. Неоднозначные эмоции. Что такое неоднозначные эмоции? Ну, то есть, типа, и как бы, и позитивные, и негативные, да? Хорошо, еще какие-то варианты есть у вас, как она отреагировала, да? Глаза по рубль двадцать, да, да, да. Хорошо, смотрите, расклад такой, Наташа все-таки волшебница, поэтому она обрадовалась. Она прыгала отчасти, она как бы понимала, что ей нужно будет как-то решить вопросы, но, смотрите, она обрадовалась. Ей нужно было решить три момента. Итак, друзья, представьте, она приходит, ситуация номер раз, напоминаю, работа, не отпускают, отпуск, все дела. Она, значит, приходит, пишет заявление, там, не помню, две или три недели, ей говорят, Наташа, ты же знаешь, у нас, типа, в офисе, вот там, типа, больше двух недель, как бы, тебе никто не даст, да и вот так срочно, как бы, ну, типа, даже не пытайся. Наташа говорит, что, как бы, не пытаться, у меня тут, как бы, все карты в руки. Ну, в общем, она идет с этим заявлением, она выходит в шоке, ей подписали. Вот просто, вот просто взяли и подписали, вот, понимаете, вот как-то, а вот так, а по-волшебному. А потом, значит, она узнает, что ей начисляют премию, там, что-то с отпускными, туда-сюда, и она может оплатить эту поездку, то есть, вернуть сразу, как бы, перекрыть деньги еще и взять с собой и все такое. Но это еще не все. Она приходит домой и разговаривает с молодым человеком, ну, мол, как бы, такая вот ситуация, и он говорит, подожди, подожди, мне нужно с тобой поговорить, ты знаешь, у меня тут такой, в общем, семейный вопрос, мне нужно уехать на несколько недель к родителям. Она так, как жаль, как жаль. И, как вы понимаете, просто все решается само собой, как бы, они едут и так далее. То есть, Вика стала помощником для Наташи. Но ведь вы прекрасно понимаете, что можно было отреагировать, ты с ума сошла, как я отпрошусь оттуда, как я сделаю вот это и так далее, и так далее. Согласны? То есть, ну, она могла так отреагировать, да, это возможно, но она так не сделала, и она получила, как бы, шикарно. Там у этой истории большое продолжение, но если в двух словах, то Вика накануне буквально отъезда, значит, встречает молодого человека, которого загадывала. Чтобы вы понимали, у нее было что-то такое, я сейчас вот боюсь наврать, но что-то такое Артем, блондин с голубыми глазами, там, чего-то кого-то, как-то так. А, лев по гороскопу, вот, вот. Это они как-то что-то ритуалили, спрашивали, ну-ка, называй, значит, своего, значит, типа, там, будущую любовь, она говорит, Артем, там, да-да-да-да-да-да-да. Накануне поездки она знакомится с Артемом, блондином, львом по гороскопу, как бы, красавцем с голубыми глазами. То есть, ну, просто, и она говорит, я не поеду, я, 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 вот, все, как бы, вообще, любовь, сердце, как бы, я не поеду, и она не поехала. Друзья мои, она испытывала такое чувство вины, на основании которого она, у нее реально просто посыпалась там, как бы, история, там, что-то с работой, какая-то байда, там, что-то прикрыли лавочку, с этим, с Артемом ничего не получилось, еще там где-то чего-то. То есть, понимаете, какая интересная, на своем состоянии она создала некоторую цепочку последующих событий. И это вам еще раз показывает, как, ну, да, хороший пример, вот, можно стать помощником, но при этом, если ты вот так вот испытываешь состояние вины, да, негативное, его вот на этом состоянии, ты продолжаешь там как-то жить, существовать и так далее, вот такие ты себе варианты запускаешь. Конечно, это Вика волшебная, Яцкова, моя любимая подруга, да, которая, все равно у нее все красиво разулилось, естественно, она же волшебница, она так или иначе все равно все сделала, и все было отлично. Вот, поэтому за Вику мы не переживаем, там, она сейчас живет в Испании, я в этом году к ней еду, поэтому там, как бы, все хорошо, и, знаете, в них родилась девочка, как заканчивает обычно все истории Наташенька наша Родионова, да. Хорошо, значит, друзья мои, вот третий метод, это заметить, если кто-то стал для вас помощником и отреагировать соответствующим образом, и самое интересное, можно стать помощником самому. Знаете, как бывает, хочется кого-то порадовать, вот есть жгучее, непреодолимое желание создать кому-то какой-то там, не знаю, приятный подарок, устроить сюрприз, еще что-то, у вас будет столько энергии, вас будет так переть, это будет такой поток. В прошлом году я мужу на его юбилей устраивала, ну, праздник такой, я устраивала ему вечеринку, меня перло, у меня все удавалось, все складывалось, с этим договаривалось, с этим все срасталось, то есть мне хотелось сделать как-то, ну, нечто необычное, я там готовила ему видео, которое не делала ни разу в жизни, то есть я, знаете, по всем пунктам, да, то есть как бы организовать ему праздник, нечто другое от того, чему мы привыкли, и получилось, я действительно была в очень-очень мощном потоке, поэтому запомните, еще раз напоминаю вам три метода, да, первый это творчество, любого рода у вас будет огромное количество энергии, она будет очень благостная, гармоничная и так далее, второе это сделать что-нибудь новенькое, прям выходящее за рамки вообще ваших представлений, зон комфорта и так далее, там еще подполнить их, сделать что-нибудь по-другому, да, как и некоторый тоже вид, вот, такого вхождения в поток, и третье это, собственно, обратить внимание на помощников или самому стать помощником, действительно, вот мы в прошлом году устраивали тоже сюрпризы нашей подруги Катюшки Лагвиненко, не, в прошлом, два года назад, мы устраивали ей день рождения в стиле девичника, то есть моя дама была в белом платье, там, с фатой, там, с букетом, причем, как бы, никаких мужей не предвиделось, мы их все моронили, там, с ЗАГСом, в общем, со всеми делами, да, и мы реально создали огромнейший поток, мы в течение дня, нас перло просто так, у нас все получалось, мы шли, а давайте вот это загадаем, а давайте, просто у нас всех вот так вот нас таращит, оно все происходит здесь сейчас, вот такие вот округленные глаза, ну, все работает, волшебство прямо на твоем Еву, да, поэтому используйте вот такие вот интересные методы вхождения в поток для того, чтобы запускать необходимые для вашего, ну, как бы, так скажем, развития или вашей жизни в какой-то позитивном ключе состояние, да, это состояние потока, вот то, про что мы сегодня говорили, поэтому очень важно, чтобы вы замечали события, которые к вам приходят, и вы отслеживали, и начинали уже отслеживать свои реакции, которые, собственно, вы создаете. Друзья мои, хватит отмазываться, что вы не можете контролировать свои эмоции, вы можете контролировать свои эмоции, причем мы не говорим, чтобы вы их как-то подавляли, да, не надо их подавлять, их можно выпускать, выпускать их можно в разных ключах. Например, у меня там бывала ситуация, что мне нужно, например, там вести мероприятие, там, сегодня вечером, а мне приходит какая-нибудь новость негативная. И как бы, знаете, а энергии-то куча, как бы, вот ее же нужно куда-то выплеснуть, и я вообще, когда посредство устойчиво с чем-нибудь веду, я всегда рекомендую это дать выход физике, телу, из тела должно выйти, должна эта энергия иметь выход. Я действительно, у меня есть фишки, то есть я иду что-нибудь делать. По дому, там, неважно вообще, мыть посуду, пойти поубираться, очень, например, включить музыку и прям сильно потанцевать, то есть прям поприседать, я не знаю, поотжиматься, выберите любой вид физики, который вам доступен, и обязательно сделайте что-нибудь физичное, именно для того, чтобы это вышло, да, можно подойти и взять плакаты, я не знаю, на плакате что-нибудь, должно это выйти. Если вы при этом можете еще помнить про инструмент, про который мы постоянно вам говорим, да, это называется, и это приближает меня к цели, это фраза-код, которую вы используете, то будет вообще здорово. Если вы при этом, когда у вас выходит энергия, мы называем это делать с намерением, да, то есть вы делаете какое-то действие с намерением, то есть с какой-то формулировкой о том, собственно, чего вы хотите в дальнейшем, неважно, это событие, это состояние, что это будет за ваше желание, вы его в этот момент представляете, тогда, когда выходит энергия. Фактически вы делаете следующее, вы берете свою энергию и вкладываете ее в исполнение вашего желания, то есть просто пятерка, пять баллов сразу вам, потому что вы таким образом будете очень сильно приближать себя к цели. У нас у волшебников есть такой прикол, часто на тренингах люди приходят, вот на наших курсе волшебника, и говорят так, ребят, меня на этой неделе так приближали к цели, просто меня так приблизили, просто такая бы сил нет, да. Вот, это вот такая наша, как бы, ну уже сложившаяся шутка по поводу того, что какие-то люди приближают нас к цели. Ну отлично, они, собственно, являются нашими помощниками, они дают какой-то нам стимул, а мы работаем со своей реакцией. Ну и еще хочу парочку слов, собственно, рассказать вам про счастье, про то, что есть счастье, вот так, если разделить его, скажем, на два таких, на две веточки, на два направления, да, то можно счастье поделить на чувственное, и можно на ценностно ориентированное. И для тех, кого сейчас, для кого очень является актуальной темой счастья, вот вам следующая рекомендация. Если вам не хватает чувственного счастья, да, о чем это? Чувственное счастье – это про все, что про тело, про вкус, массажи, понимаете, да, то есть какая-то вкусная еда, чем-то себя порадовать, там тоже солнце, там и так далее, какая-то физическая нагрузка, то есть вот чувственно, оно вот прямо через чувства идет, да. А есть ценностно ориентированное счастье, и в чем между ними разница? Ценностно ориентированное, оно пролонгированное, оно постоянное, оно о том, когда вы выполняете какую-то смысловую нагрузку в своей жизни, то есть делаете что-то со смыслом. Я могу однозначно сказать, что у меня фоновое, я его для себя называю некоторым фоновым, да, вот это вот ценностно ориентированное счастье у меня есть, потому что то, что делаю я в своей жизни вместе с вами, да, сейчас на фестивалях, на тренингах, на вебинарах, это есть некоторое выполнение предназначения, я разговариваю с вами, общаюсь с вами, там, тренирую вас о том, что является важным и ключевым, на мой взгляд, да, чтобы люди были счастливы, мы за этим с вами пришли в эту жизнь, получить опыт, который мы получаем, и научиться, собственно, жить с ним счастливо. И вот ценностно ориентированное счастье, оно про то, что дает вам ощущение смысла в вашей деятельности. Если вы понимаете, что у вас вот эти вкрапления чувственного счастья есть, а вот такого постоянного нет, то, возможно, вам стоит задуматься о какой-то деятельности, которая приносила бы вам вот это чувство удовлетворения, да, и какого-то постоянного счастья, которое, собственно, о том, что вы делаете что-то со смыслом, да, то есть за этим что-то стоит, что-то ценностное и важное для вас, то, что является вашей ценностью, по сути, да, то, что за этим стоит. И в этом смысле есть несколько хороших примеров, что если сосредотачиваться только на чувственном счастье, то время, ну, через какое-то время вы почувствуете, ну, такое, знаете, ну, опустошение, что ли. То есть вы будете пытаться искать новые-новые способы, как-то покайфовать, каких-то кайфух, а при этом, ну, как бы счастье больше не прибавляется. И в этом смысле тогда действительно стоит задуматься о том, чтобы всё-таки найти для себя некую деятельность, которая позволяла бы вам испытывать вот это вот, ну, такое ценностно-ориентированное счастье, которое идёт со смыслом с каким-то, вот, да. И, соответственно, наоборот, если вы, ну, находитесь там в ценностно-ориентированном, это не означает, что вам не нужно чувственное, то есть ни в коем случае не нужно себя там в чём-то ограничивать. Радуйте себя, это тоже очень хорошо, это всегда для нас большое впечатление. О, я сходила на массаж, я попробовала новое блюдо, я там куда-нибудь съездил, там чего-нибудь там увидел и так далее. Вот. Это такие вот важные вещи, вот, про счастье, да. И сейчас я хочу задать вам вопрос, и напишите, пожалуйста, как только сделаете вот то, что я попрошу, напишите, пожалуйста, в чат, собственно, ответ на этот вопрос. Я хочу сейчас попросить вас закрыть глаза. Закрыть глаза, выдохнуть и задать себе, пожалуйста, вопрос. Что сделало вас самым счастливым человеком на Земле? Что за момент, что за ситуация? Что было тем, что дало вам вот такое какое-то невероятное состояние счастья, удивительнейшее, вот, как только представите, как только какая-то картинка, образ, мысль или слово придет к вам, напишите, пожалуйста, об этом в чат. А я пока глотну чай. У меня сегодня вкуснейший чай, перечная мятка. Пишите, пожалуйста, еще, те, кто сделали. Пишите, пишите еще. Хочется пособирать побольше. Еще пишите. Мало, еще хочу. Пишите, пишите. Можно определенный момент, да, действительно, Вовчик тут подправляет, что было бы здорово, если вы вспомнили прям конкретный момент, было бы вообще шикарно. Вот как Гузалечка приводит, да. Гузал пишет, в детстве стояла на вершине горы, была безмерно счастлива. Напишите, пожалуйста, момент, когда вот прям вы его прям прочувствовали. Что это был за момент? Это будет очень интересно. Ага, ответ дочери в общении с животными. Очень здорово. Когда я сделала то, что мне казалось невозможным для меня. Угу. Ну, какое-то преодоление. Угу. Еще, еще, еще. Пишите, пишите, друзья мои, пишите. Ага. Когда я лежала на поле и открыла глаза, там много-много облаков. Угу. Прикосновения. Детки. Ну, многие пишут рождение там, да, или когда увидел первый раз ребенка. Любимый, чувство единения с другими людьми, влюбленность и так далее. Друзья мои, обратите внимание, что в ваших ответах, я думаю, что там еще кто-нибудь что-нибудь подпишет, но, скорее всего, и чаще всего, получается так, что в ответах людей не присутствуют деньги. Или если присутствуют, небольшие. То есть, понимаете, мы все время, ну, у нас часто как-то есть некоторая связь между счастьем и деньгами. Оно, безусловно, есть, конечно же. Но такое самое удивительное, чистое, искреннее, какое-то завораживающее счастье, оно с тем и денег не связано. Вы пишете про рождение детей, вы пишете про облака, которые там каждый день проплывают над нами, да, вы пишете про влюбленность, про связь с другим человеком. Вот, пожалуйста, Александр, да, когда смотрю на свою малышку, на меня нахлынута такая волна счастья, очень часто, когда чувствую благодарность ко всему, да, об этом и речь. Мы, собственно, к тому, что не пеняйте свое счастье, да, вот за то, что у вас его там нет или еще чего-то на деньги. У вас есть счастье? Оно постоянно, оно постоянно в вас, и как только вы направляете свое внимание на что-то приятное, на своих детей, да, на любимого человека, на бескронично красивую природу, на животных, которые вызывают у нас нереальное чувство умиления, вот они ваши инструменты для того, чтобы в том числе хапнуть счастье, понимаете? вот такого всепоглощающего, какого-то безусловной любви. Друзья мои, поэтому когда вы там, о боже, у нас нет микроволновки, а мы ее так там хотим или чего-нибудь, ну, реально, пойдите на небо, посмотрите, вам реально станет сильно попроще. Ну, это вот так, да, это я вам просто в качестве того, что на самом деле чаще всего то счастье, которое мы испытываем, оно не стоит никаких денег. А если кто-то перечисляет что-то там, ну, такие какие-то штуки, то они стоят не очень много с точки зрения всей жизни, да. Если взять там вашу жизнь, там, не знаю, не важно, 100 лет, как минимум, а мы с вами недавно разговаривали по тому, что мы будем жить больше, то в рамках 100 лет там потратить сколько-то там, ну, как бы на какую-то, там, не знаю, поездку, по-моему, как бы, ну, более чем нормально, да. Вот, собственно, друзья мои, нахождение на природе, да, вот, собственно, я держала в руках полмиллиона, но близко не ощутила счастья, радость на несчастье. Вот, тоже, да, интересно. Хорошо, я видела, тут был вопрос, как найти ценность на ориентированное счастье. И, Верочка, дорогая, я помню, ты у нас в марафоне. История заключается в том, чтобы ты пробовала, вообще всем рекомендация, кто, ну, как-то хочет идти по вектору направления, да, то есть такого ценностно ориентированного счастья, то расклад такой, вы делаете, делаете, пробуете разные деятельности, направления, то есть пока вы не почувствуете, как вас, ну, вот, пропрет, что ли, да, как вот вы чувствуете, что, ну, вы делаете что-то важное, значимое и для вас самих, и для людей, и так далее. И в этом смысле такое вот хорошее направление – это пробовать, делать что-то, да, то есть, например, ну, хотелось вам когда-то вязать там, да, да повяжите, посмотрите, может, это не ваше, а может быть, ваше. И вот хороший способ определить – это пробовать, смотреть, а что вот это, а где, как я себя вот в этом чувствую, а вот в этом как, и так далее. Так, так, что у нас тут, да, будет так, на выпускном вечере, когда сам выступаешь на сцене, да, супер, супер, конечно, когда чувствуешь, что все в восторге. Да, о, поверьте, я это знаю не понаслышке, сцена – это мое, это мое все вообще. Я на сцене расцветаю, и я думаю, те люди, которые видят меня на вебинарах и видят меня на сцене, понимают, что это фактически почти два разных человека. Просто по факту того, что там у меня с вами чуть-чуть больше, ну ладно, чуть-чуть, очень много контакта, да, нежели в онлайн-режиме. И то я научилась в онлайне вас как-то вот чувствовать и тоже как-то кайфовать от этого, потому что это совершенно удивительное нечто. Хорошие мои, вот вам такой резюмешечка, да. Значит, напоминаю, про потоки – это творчество, сделать что-нибудь новое, помощники, счастье, да, счастье, посмотрите, порадуйтесь, если вам немножко как-то не хватает вот этого, да, то вот порадуйте себя вот теми методами, теми простыми какими-то вещами, которые описывали вы сейчас в чате, или выберите вот такое направление, пойти немножко в чувственное, но это короткосрочное такое вот состояние, или в долгосрочное уже искать свое вот ценносно-ориентированное счастье, или оно у вас уже есть, и просто наслаждайтесь им, это будет очень здорово. Значит, я хочу напомнить всем, что те, кто хочет в поток на продолжительное время, то фестиваль «Вертормашки без границ» в сентябре ждут вас, обязательно напишите Владимиру Родионову, если у вас есть желание, потому что, друзья мои, поехать на две недели там 30 тысяч плюс-минус, но это как бы фигня, воспоминания на всю жизнь. Я реально о каждых «Тормашках» могу рассказать вот такую историю своим детям, всем внукам, всем вебинаровцам и так далее. То есть это очень большое жизненное впечатление. Да, 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 вы снова пишете про сцену, про спектакль. Конечно, это всегда очень непередаваемое ощущение. Вот, собственно, тоже такое очень ценносно-ориентированное счастье. Это сделано некий продукт, ты его выпускаешь, ты видишь, как на него реагируют люди, и, конечно, у тебя не могут там не подниматься волны энергии и испытывать такое прям, ну, благостное счастье такое, да, продолжительное. Хорошие мои, напишите, пожалуйста, сейчас, мне как-то хочется, вот знаете, напоследок, вот мы с вами такие какие-то хорошие темы сегодня, такие приятные обсуждали. Напишите, пожалуйста, как вы себя сейчас чувствуете. Те, кто сейчас у нас в марафоне, нам очень важно, мы знаем, что вы немножко там, мы отсутствовали, нас не было, но мы про вас помнили, как могли на фестивале. Напишите, как вы, напишите, что дает вам марафон, напишите, нам хочется, чтобы вы рефлексировали. Хороший мой анализ того, что вы делаете, ваших результатов дает вам чувство такое хорошее, знаете, называется, я могу, вот я сделал, я увидел, я иду дальше. Вот то, что хочется нам, чтобы у вас как бы было постоянно, да, вот это вот, вот этот тот самый поток, вот это стремление делать что-то, получать свой результат. Грустили без нас? Ну, уж как есть. Мы, честно, простите, там не грустили, мы от души веселились, мы надеемся, что вы к нам присоединитесь в следующий раз, да. Так, воспоминаниях о счастье волшебной, порой кажется, что я все могу. Учили себя за сами косичку вытаскивать, как барон Линхаузен, точно, точно. Прям вот эта история, да, вытаскивать себя за волосы. Передается в ваше состояние, хочется движухи, пойду, пожалуй, приседать. Супер, Ольга, отличная тема. Друзья мои, у нас действительно вот сейчас очень клёвый период, потому что мы сделали для себя очень важную штуку с интернет, вот, да, с интернет-движением, потому что у нас есть возможность получать от вас постоянную обратную связь. И нам бы хотелось, чтобы вы чуть чаще, чуть больше делились своими результатами. Ещё от меня такая рекомендация, я наблюдаю и читаю чат, и я вижу, что вы много волшебените, вы много делитесь, вы много поддерживаете друг друга, скидываете себе картинки, музыки, придумываете стишки, ритуалы и так далее. Но в этом смысле хочется, чтобы вы чуть больше, может быть, делали, потому что ваше действие будет определять новый результат. Новое действие, новый результат. Вот запустите себе процесс, вот как только появляется задача, сразу по поводу неё что-нибудь сделать, то есть больше действия какого-то движения. Вот, пожалуйста, ребята пишут, да, недавно звонила Вова на трусы на люстре, жду, не надо ждать. Друзья мои, чаще всего у всех тимаронских фишек сделали, отпустили вообще. Пусть там, умывая руки, помните, пусть разруливается как-нибудь сама. Ну, не раскачивайте маятник, скажем, да. Так, сейчас я звоню Вовану и спичками волшебными пользуюсь, шикарно. Умывай руки, да, правильно-правильно. Вот, хорошие мои. Значит, я что хочу вам сказать. Обязательно держитесь в состоянии потока. Помните, мы здесь на связи. Если вы хотите принять участие в марафон, пишите Владимиру Родионову. Если хотите написать отзыв, пишите. Если хотите написать отзыв обо мне, как и ведущей, обязательно заходите в мою группу, пишите, мне будет тоже очень приятно, потому что мое ценностно-ориентированное счастье от этого только будет увеличиваться, да. Вот, спасибо вам большое. Если есть вопросик, вот у нас есть еще немножечко времени, если есть какой-то у вас вопросик, пишите, с удовольствием на него отвечу, оно будет очень приятно. Пишите, если вы себя хорошо чувствуете, если у вас хорошее настроение, пишите вашу обратную связь. Это очень здорово, и это и нас радует, и вам хорошо в рамках, да, делиться своими хорошими новостями, своим хорошим настроением. Хорошо. Если есть вопросик, я его жду. Если вопросиков не будет, я сейчас вам что-нибудь приятненькое заряжу, мне кажется. Давайте-ка несите... О, я знаете, что думаю? Вот так вот. Пока у нас кто-нибудь будет писать вопрос, сходите, налейте себе какой-нибудь жидкости. А если есть жидкость, то, ну вот, приготовьте, пусть рядом с вами будет. Я сейчас себе тоже жидкость вот приготовила. Угу. Так, Юлечка, и тебе спасибо за фестиваль, за сегодняшнюю встречу, за то, что ты приходишь. Очень здорово. Спасибо, хорошая. Так, тоже спички, говорит, подарили Аллочка на фестивале. Спасибо, Любе. Так, хорошие мои, приготовьте, пожалуйста, жидкость. Пишите, если жидкость уже с вами, в чат пишем. Жидкость подана. Я хотела еще добавить мой господин, но как бы господина здесь нет, поэтому не надо. Жидкость подана, пишите вы, если вы уже приготовили себе какой-то там бокал с чем-нибудь. Жидкость подана, отлично. Мы сейчас чего-нибудь с вами позитивненького зарядим, чтобы все ушли с хорошим настроением, с зарядом и с заряженной жидкостью обязательно. Так, Аллочка, и ты тоже золотце. Супер, спасибо тебе большое. Мне очень приятно. Так, жидкость подана. Пишем, пишем, пишем. А то, если вы сейчас еще не напишете, то не буду считать ритуал ваш засчитанным. О, как я. Просто какая. Ух, ух. Жидкость подана, хорошая моя, жидкость подана. Мы сейчас будем заряжать с вами водичку. Ирина спрашивает от дочери, вы видите в легенды или мифы? Если это мне полезно и выгодно, это легенда или миф, я буду в нее верить. Если мне не выгодно, то есть в ней будет храниться какое-нибудь ограничивающее убеждение, то не буду верить. Ириш, если понятно, объясни дочери на понятном языке, потому что я очень, как бы, кратко. Так, пишем, жидкость подана. Отлично. Ну, пишите, если жидкость подана, значит, смотрите, что мы сейчас с вами будем делать. Вы, значит, ставите ваш стаканчик перед собой. У меня, видите, прям волшебный, с какими-то знаками и так далее. Значит, ваша задача будет, у вас есть какое-нибудь ближайшее намерение. Берите что-нибудь не очень большое. Антон, добрый день. Что здесь происходит? Это Симаронский вебинар хорошего настроения. И мы сейчас с Симаронем на, ну, какое-нибудь ближайшее, не очень большое намерение. Поэтому, если вы хотите присоединиться к Симаронской вот такой вот тусовке, то пойдите, налейте себе какой-нибудь жидкости в какой-нибудь бокал и приходите к нам, пишите, жидкость подана. Значит, хорошие мои, смотрите, что мы делаем. У вас в любом случае есть какое-то у всех, я уверена, какое-то намерение. Берите только не очень большое, потому что ритуальчик мы делаем, конечно, коллективный, но такой маленький, да. Мы понимаем, как определить маленький ритуальчик или большой. Ну-ка, в чате напишите мне, я сегодня, знаете, как учительница. Напишите мне в чате, как определить маленький ритуал от большого. Волшебники, давайте. Давайте. Как отличить маленький ритуал от большого? Аллочка, не переживай, все будет хорошо. Вопрос по ценностеративной части. Если долго не находится, какие еще варианты, как зарядить намерение, пока не вдохновляет? Что-то у меня такое ощущение, что это два разных вопроса. Объем жидкости, Антон, не важен. Верочка, давай перейдем потом в чат, потому что как бы по этому делу мы зашли. Так маленький завтра же сработает. Хорошая моя разница между маленьким и большим. Очень проста. Как решишь, какой величины ритуал будет? Это, конечно, да. Только определяет это следующее. Насколько сильно вас пропрет во время ритуала. Тыдыщ? Если это ритуал, которым вас просто таращит так, что искры с глаз летят, то сбудется оно очень быстро. А если ритуал, в котором вы делаете так хихик, то там буфер времени будет какой-то другой. Поэтому, замечательные мои, давайте все, приготовили. Жидкость подана, поставили перед собой. Маленькое свое намерение вспомнили. Значит, и что вы сейчас делаете? Вы кладете ручки свои сверху, там, что это, стаканчик или что это у вас там, кружка, да, чашка. И, собственно, свое намерение вслух или про себя, как у вас там по ситуации, произносите. То есть там у меня там то-то, 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 то-то. Тогда-то, тогда-то. Я напоминаю, все в конкретике, все как полагается. И после того, как вы это сделаете, вы, конечно же, подносите чашечки к экрану. И я вам их заряжаю. Коллективный номер. Нам сейчас, у нас сейчас здесь, там, не знаю, больше 50 человек, там плюс-минус, да. И вот нормально, 50 человек сейчас хором зарядят жидкость друг друга. Поэтому положили ручки. Сейчас положили ручки. Положили. Я сейчас тоже загадаю. Сейчас, секунду. Я уже сделала. Жду вас. Так, ну я не буду сейчас просить вас отписываться, что вы сделали. Я так медленно, ну все сделаю. Ставим чашечку перед собой. Перед камерой, правильнее будет сказать, перед камерой. Я вам сейчас силой заряжена после фестиваля. Нас там было около 300 человек. Сейчас я вас заряжу. А потом расскажу, что с этим делать. Ну что, водичку поставили. Реально, просто Кашпировский. Друзья, я напоминаю, что в Симароне нет ничего серьезного. Все исключительно на пёре, кураже и полных глупостях. Поэтому те, кто к нам подключился и все не может понять, что за, как бы, здесь происходит. Здесь происходит веселье, которое обеспечивает нам сбывшиеся намерения. Хорошо, поставили. Все. Я сейчас заряжаю, значит, ваши жидкости. Итак, заряжаю жидкости. Спользуюсь для себя и для всех. Есть! Все. Да будет так. Теперь, хорошие мои, вот эту жидкость вы с намерением должны выпить сегодня. Обязательно сегодня выпить с благодарностью. И забыть про намерение. Потом после этого умыть руки, это будет наша с вами новая фишка, после фестиваля хорошо прижилась. И умываем руки. Ну, то есть, как бы, я умываю руки, пусть вселенная там сама решает, как оно там должно сработать. В следующих вебинарах или в наших чатах, если вы у нас в марафоне, обязательно отпишитесь, когда сработает. Но мы не ждем. Мы не ждем. Пусть оно там само все разруливается и все будет хорошо. Хорошие мои, спасибо вам большое за сегодняшний вебинар, за ваше активное участие. Пишите свои отзывы, свои комментарии. Предлагайте какие-то темы, которые вы хотели бы обсудить. Мы с удовольствием на вебинарах их рассмотрим. И, конечно, присоединяйтесь к нашим мероприятиям живым встречам, потому что они обеспечат вам такой пюр, которого вы вообще, может, никогда в жизни не видели и не слышали и не знали. Мы очень вас любим. С вами был Клуб Печерских Волшебников. Меня зовут Виолетта Таборидзе. И до будущих встреч. Пока-пока. Пишите в чат. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok